Братья и сестры, всех приветствую сегодня. У нас будет небольшое отступление от темы, которая сегодня перед нами, потому что на прошлой неделе у нас прошел христианский праздник, встретение, поэтому мы сегодня маленько обратим внимание на это событие, которое произошло в жизни с Иисусом Христом и для нашей Церкви тоже. Мое желание прочитать из Евангелия от Луки, со 2 главы. Итак, мы прочитаем выборочно несколько стихов из текста. Начнем с 21 стиха, 2 глава, 21 стих. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. А когда исполнилось дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы стать пред Господом». 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоего, с миром. Ибо видели очи мои спасения твое, которое ты уготовал при лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и Мария его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Сели жить всей нападения и на восстание многих в Израиле, их предмет пререкания». Удивительная встреча, братья и сестры, правда? Встреча старцев. Там дальше Евангелие повествует о том, что там была еще и Анна, пророчица, 84-х лет, которая постоянно в храме служила в постей молитве, ожидая избавления Израилю, так же, как и Симеон. И вот эта встреча удивительна тем, что встретились люди, которые стоят на краю жизни, которых путь заканчивается, и родители, принесшие младенца в храм для того, чтобы благословить, которая только жизнь начиналась. Что общего у этих обоих людей? Ведь они даже не родственники. Они даже не знали никогда друг друга. Их жизнь никогда не пересекалась где-то, в каких-то моментах. Но общее было, братья и сестры, то общее, что их встреча была в храме Божьем. И что оба они предстали пред Богом. Она была цель. Симеон, как мы читаем, увидеть спасение и избавление Израилева. Христос пришел для того, чтобы спасти и избавить от страданий, от смерти, от грехов народ свой. В жизни, знаете, бывают разные цели. И как часто мы видим, что эти разные цели, они забирают из жизни человека мир из сердца. Разные цели, они могут принести переживания. И даже иногда разные цели сокращают дни жизни у людей, когда они очень в большой тревоге. Потому что разные цели. Но одинаковые цели, они сближают людей. Одинаковые цели несут радость, согревают душу. Они несут благословение. И мне сегодня хотелось говорить о наших целях, о наших встречах, когда в жизни наши, наши встречи бывают. Но за неимением времени мне хотелось просто посмотреть на несколько иллюстраций библейских. Давайте посмотрим знакомые нам личности и их встречи. Это Исаф и Иаков. Они были оба рождены в одной семье в одно время. Но это были совершенно разные люди. Написано, что один был гладкий, другой был косматый. Один постоянно находился у шатра, около мамы с папой, старался как-то быть ближе. Другой с раннего утра бежал в степь, куда-то далеко, возвращался, может быть, поздно вечером. У них разные цели были. И вражда произошла на почве обмана. Иаков спасается бегством к своему дяде, к Лавану, Месопотамию, к брату матери своей, от Исафа. А Исаф угрожает и говорит, «Умирает мой отец Иаков, и следующие похороны будут моего брата Иакова». Знаете, проходят годы, и Бог говорит Иакову, «Яков, возвратись в землю, откуда ты бежал». Иаков знал, что предстоит ему. Он собирает все свое имущество, имение, детей, жен своих и возвращается. Но на пути, тогда, когда он перешел, уже перешли они уже и Иордан, он остается один. Остается один для того, чтобы обратиться к Богу, для того, чтобы помолиться. Каким-то образом Исаф уже узнает о том, что Иаков возвращается, он берет мечи, берет 400 человек из своих людей, которые жили с ним, и идет навстречу Иакову. Что интересно, мы видим, что Бог разговаривает с Иаковом. И вот в этой борьбе ночной, когда Иаков был, и некто боролся с ним, Иаков говорит, «Не отпущу тебя до тех пор, пока ты не благословишь меня». Знаете, мне хотелось обратить внимание на такой момент, когда много молитвы, тогда много силы и много благословения. Иаков понимал это. Встреча произошла у Иакова с Исабом. И по всему событию мы видим, что должна произойти очень печальная история. Но мы видим эти два брата, они пали друг другу на шею и плакали. Произошла встреча. После долгих год разлуки, вражды, Бог благословил и посеял это доброе. Вторая иллюстрация короткая, это Иосиф и братья его. Как умолял Иосиф, когда они продавали его. Как насмехались они, когда они избавились от него. И как нужно было этим братьям долгие годы, находясь в доме своем, в окружении своих жен, в окружении своих родных, молчать, положить на уста запрет, не сказать ни слова, о том, чтобы не разгласилась эта тайна, каким образом исчез Иосиф. Вот эта встреча. Встреча в Египте, когда предстают они перед Иосифом. Какая прекрасная возможность заточить своих врагов там, где прошло твое время. Но написано в Слове Божьем, что Иосиф боялся Бога. И потом он скажет братьям своим, когда уже отпустит их, скажет, не ссорьтесь на дороге, не разбирайтесь, кто был прав, кто был виноват. Мы видим из этой истории, тогда, когда уже Иосиф не мог терпеть, когда он уже не мог сдерживаться, он закричал, пал на шею Вениамину, брату своему, по матери. Они плакали. Они плакали вместе с братьями, со своими, со всеми. Господь благословляет. Это наша жизнь, братья и сестры. Тогда, когда порой, может быть, мы несем эту тяжесть долгие годы, но когда мы молимся и обращаемся к Богу, Господь дает видеть нам эту добрую чашу благословений. Знаете, наша жизнь – это встреча с Богом. Каждый из нас когда-то в свое время встретился. Когда-то Христос постучал в твое и мое сердце. Вот на протяжении этих последних месяцев мы видели здесь, выходили молодые люди, это наши дети, наши внуки, которые каким-то образом поняли, что Господь в их стручит в их сердце. И произошла эта встреча. И мы понимаем, что она изменяет жизнь человека. Изменяет. Вот эта встреча изменяет. изменяет мысли, изменяет действия, изменяет жизнь. И слава Богу, если мы видим в тех, которые встретились со Христом, вот это произошло и происходит. Апостол Павел тоже воспитывался в семье христиан, тоже воспитывался в семье верующих. Но тогда, когда он шел вот с этими письмами, как с газетой «Правда» и в руке, к Дамаск, знаете, Бог останавливает его. Встреча произошла. Там не было вопросов. Там всего лишь один вопрос звучал от апостола Павла, который говорит, что повелишь мне делать? Это встреча с Богом. Знаете, Симеон был готов к этой встрече. Я думаю, каждый день, а мы не знаем, как долго было то откровение, которое было ему Духом Святым, что ты не увидишь смерти, доколе не увидишь Христа Господня. Как долго это было время, когда Симеон приходил в храм каждый день и всматривался тех, которых приносили на руках для того, чтобы благословить, всматривался, нет ни этот, и нет ни сегодня, и сегодня опять нету того. Но написано, что по вдохновению, когда он пришел в этот день, он увидел его, как некогда увидел среди многочисленной толпы Иоанн Креститель, Христа шедшего креститься. Ведь нужно было среди сотни этих людей, которые постоянно выходили и заходили в воду, увидеть того и сказать, вот агнец Божий. И Симеон взял и говорит, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. Пришел тот час, когда Симеон увидел, увидел спасение, которое было уготовано Богом для Израиля. Слово Божие предупреждает нас, братья и сестры, через пророка Амоса. Он говорит, приготовьтесь к встрече Бога твоего. Сегодня можно быть готовым и можно быть не готовым. Слава Богу, что мы сегодня пришли и мы готовы сегодня участвовать в вечере. Слава Богу, что мы сегодня расположены к тому, чтобы вспомнить эти страдания Господа слиться вместе с Ним. Но ведь бывает мы и не готовы. Когда мы не любим ближнего своего, когда мы не любим брата своего, когда мы не можем воспринимать кого-то, кто рядом с нами сидит или встречаемся, если мы не любим того, которого видим, как мы можем любить того, которого мы не видим? Не любим? Не готов. Не примирился с кем-то? Не готов. А если продолжаю грешить? Тоже не готов. Потому что 10 дев, они были все вместе и не было разницы между ними. Но пятеро из них, они не были готовы к встрече. Я скажу, что наша готовность к братьям и сестрам в нашей жизни это зависит от наших взаимоотношений. взаимоотношения между дедушкой и бабушкой проживших годы, взаимоотношения между отцом и матерью, взаимоотношения между родителями и детьми, взаимоотношения между родственниками. Как хотелось сегодня проверить свою личную жизнь каждому из нас, кто пришел сегодня в дом молитвы и задать себе каждому вопрос, готов ли я сегодня? Готов ли я сегодня к встрече с моим Господом? Готов ли я сегодня принять участие вспомнить страдания Спасителя моего? А если нет, то Слово Божие через пророка Амоса нам говорит, приготовься к этой встрече. Поэтому у нас есть всегда время и есть возможность склонившись на наши колени иметь эту встречу с Господом и приготовить себя. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok